Имен могут лишиться многие. Украина на пороге воровской войны из-за развенчания недели. Появилась новая версия произошедшего с вором в законе Андреем Недзильским. Представители вора в законе Андрея Недзильского, неделя, прокомментировали информацию о лишении его статуса. Как сообщает издание страна.уасса с ссылкой на свои источники, законники Нодар-Уставский, Дата Краснодарский и Сергей Олейник, Умка, уже давно искали возможности встретиться с неделей, но тот каждый раз уклонялся. Наконец недавно стало известно, что старый друг законника авторитетный бизнесмен Олег Крапивин, Олег Бакинский, выдает замуж дочь и это событие недели никак не сможет проигнорировать, чем и воспользовалась конфликтующая сторона. О приезде недели сразу сообщили его оппонентам, и они срочно прибыли на торжество. Для переговоров его пригласили в один из номеров на 10 этаже 5-звездочной гостиницы «Файер Монт Грант». В окружении законника считают, что это была спланированная ловушка. К разговору привлекли бизнесмена Юрия Ереника, Юра Молдаван, который, как сообщалось ранее, подтвердил, что неделя заказывал воров, после этого находящегося без охраны неделю просто начали избивать. При этом, по словам его представителей, он вел себя достойно и дрался, несмотря на численное преимущество своих врагов. При этом статус он не лишился, так как сделать это может только широкий круг воров после детального обсуждения, а не три конфликтующих законника, как это было. Сообщается, что в настоящий момент неделю поддерживают большое количество влиятельных воров, а сам он готовится к серьезному противостоянию с обидчиками. Воры, поступившие с недели не по-воровски, оттолкнувшись от слов бизнесмена, уже сейчас пытаются освести ситуацию на личный конфликт, сообщили источники издания. Целью его является лишение его не только статуса, но также и влияния, и денег. Но неделя ничего никому дарить не собирается, зато имен могут лишиться многие. Заодно это затронет и тех законников, кто неправильно отреагировал на произошедшее или решил отмолчаться по этому поводу. Они рано похоронили своего друга, с кем делили хлеб, отметил собеседник страны.уа. Также в окружении недели прокомментировал слухи о его связи с силовиками. То, насколько радовался произошедшему у себя на странице в фейсбук замглавы нацполиции Украины Вячеслав Абрыскин, как раз говорит об обратном, скорее конфликтующая сторона играет в некие игры с правоохранителями. К этому же стоит отнести и то, насколько быстро именно эту версию произошедшего растиражировали СМИ. Более того, по утверждениям представителя недели, глава МВД Арсена Ваков намеренно наводнил Украину ворами, выходцами из Кавказа, что является ничем иным, как сдачей национальных интересов, подытожил источник издания. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.